Помогают в охране общественного порядка. В Мурме чествовали народных дружинников. Награду вручал глава округа Евгений Рычков. С окружного слёта ДНД сюжет нашего корреспондента. Поступил на Держинского, и там же меня, так как я руководил комсомольской молодежной бригадой, меня включили в состав оперативной группы при Комсомоле. Были выпущены очень большое количество помнистий, вот те, которым было сидеть, сидеть и ещё раз сидеть. Значит, это хулиганство. Наши, самодельные пистолеты. То есть мы, как говорят, делали облавы. Виктор Тарасов, общественник с большой буквы, не изменив зову комсомольского сердца, вслед за послевоенной юностью, твёрдо встал на путь защиты порядка в родном городе. Председателя опорного пункта микрорайона номер 7 на Южном знают и сегодня. В Орлово делали несколько рейдов по выявлению самогона, варенья и продажи. Рейды на Берловском поселке. Я связан был ещё с отделом по делам несовершеннолетних. Делали тоже рейды по общежитиям. Каждый из активистов-общественников, присутствующих на окружном слёте ДНД, был достоин наивысших похвал. Мы работаем все вместе, сообщая, администрация, полиция, ДНД работала тем, чтобы жителям нашего города было спокойно и комфортно в наших улицах. Поэтому, уважаемые друзья, я от всего сердца искренне благодарю вас за огромную, сложную, тяжёлую работу, которую проводит наша ДНД вместе с работниками КОСОВ. И только понятен, уже не первый год Муромское движение становится лучше в области. За отличие в обеспечении общественной безопасности, глава округа Евгений Рычков вручил дружинникам 4 медали, 20 почётных грамот и столько же благодарственных писем. Малышев, Виктория Ивановна, члены добровольной дружины КОСОМ, из района номер 4. Значение ДНД в общественной жизни трудно переоценить. В округе в это движение объединены почти 400 человек. Благодаря неравнодушному отношению людей к своему делу, Муром стал одним из самых безопасных городов Владимирской области. Помощь их неоценима, и если брать результаты, за текущий год ими уже с помощью членов ДНД было раскрыто нам 12 преступлений. По итогам 2015 года победителем смотра конкурса ДНД и обладателем переходящего кубка стала народная дружина КОСО номер 8. Елена Петрова, Александр Барсуков, Новости, Муром.